Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Кристина. Сегодня у меня будет видео на бьюти, тему которой давно не было. У меня были обзорчики, небольшие покупочки, либо большие пустые баночки. Давно не было таких болтологических видео, где я вам рассказываю какие-то полезные вещи. Поэтому сегодня я исправляю эту ошибку и мы будем с вами учиться быть красивыми с самого утра. Зададим темп на всю неделю, на весь месяц, год жизни. Если интересно, то оставайтесь. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие ролики. А также под видео вы найдете все ссылки на мои социальные сети. Сегодня я хочу вам рассказать свой утренний распорядок дня. Я стараюсь по максимуму насытить свое утро полезностями. И в скором времени, если вам будет интересно, я сниму отдельный ролик «Мое утро», где я покажу, как я именно применяю на практике все советы, которые дам сегодня вам. Итак, начнем быть красивыми уже сейчас. Не будем откладывать на завтра. Лучше этот ролик смотреть с утра. Первый пункт моего списка – это высыпаться. Это банально, но повторение мать учения. Вы смотрите кучу роликов о красоте, и там вам говорят – высыпайтесь. Так вот, высыпайтесь уже наконец-то. Засыпайте в одном дне, просыпайтесь в другом. То есть, поясняю, засыпайте до 12, просыпайтесь, собственно, в другом дне. Я стараюсь засыпать в 10-11 часов. Я уже выработала эту привычку, мне она нравится. Я высыпаюсь, я сплю от 7 до 9 часов. Моему организму комфортно, что я сплю 9 часов, а вот мне не комфортно, что я теряю 2 лишних часа, которые могу потратить на себя, на чтение, да на те же видео или фильмы. 7 часов сна – это идеально. Каждый человек индивидуален, поэтому смотрите по себе. Для меня 7 – нормально, но 9 – моему организму, мне кажется, идеально. После того, как вы проснулись, обязательно улыбнитесь, потянитесь и скажите на всю комнату «Доброе утро». Я практикую это каждый день, мне это нравится, мне это заряжает энергией. Я улыбаюсь, потом полдня. Я вообще, в принципе, стараюсь улыбаться постоянно, потому что смех продлевает жизнь, улыбка. Она запускает в организме процессы, она выпускает гормон счастья. И вам хорошо? Следующее обязательное для меня условие, но, возможно, не обязательное для кого-то из вас – это вакуум живота. Я обязательно найду упражнение с моего любимейшего канала «Воркаут», как они делают вакуум. Я делаю немножко по-другому. Там они делают лежа, его можно делать лежа на кровати, на диване, на полу. Мне некомфортно. То есть я не могу втянуть его так, как втягивается у них, но я его втягиваю стоя. Не забывайте начинать свое утро со стакана воды. И если вы пропускаете вакуум, если вам неинтересно, вы не хотите плоский животик и здоровое пищеварение, то вы можете сразу после того, как вы потянулись и улыбнулись, сказали «Доброе утро!» Выпей стаканчик воды. Стаканчик воды для меня утром – это 0,5 или минимум 350 мл. Вы же можете пить сколько вам нравится. Я тоже раньше начинала с 200 мл. Сейчас плавно перехожу в 500. Но я пью не просто воду, я запиваю льняное масло. Я начала совсем недавно пить льняное масло. Я вижу уже его эффект. У меня стали более гладкие и приятные волосы. У меня стала более упругая кожа и на ней меньше высыпаний. Высыпаний, я думаю, что это в комплексе с уходом и так далее. Но я просто заметила, что я, как начала пить льняное масло, я немножко поменяла свой уход. И кожа стала приходить в более прекрасный бархатный вид. Кто-то не запивает льняное масло, кто-то его вообще не пьет. Если вы не пьете, попробуйте. Но рекомендую пробовать не один раз, не один день, а дня 4. И я предупреждаю сразу, что масло не очень приятное. Может быть, смотря какое вы купили, обязательно нужно брать нерафинированное, холодного отжима. Прям самое-самое крутое и качественное. Я купила средненькое, не знаю, хорошее, но не хорошее. В видео, опять же, моего утра покажу вам, какое масло я пью. И оно комфортно мне стало пить за только дня с 4-го, наверное, с 5-го. И я практически не запиваю его водой. То есть ложку выливала в рот масло и тут же запивала водой. То есть у меня масло в организм попадало вместе с водой. А здесь я выпиваю масло, а затем запиваю водой. Сейчас я как-то выпиваю масло, чуть-чуть подожду и потом только запиваю водой. Кто-то, опять же, повторюсь, хлебом закусывает тут же корочкой. Но это все на ваше усмотрение. Масло вообще оно мега полезное. И я убедилась в этом на своем опыте. После всего этого я включаю классную какую-нибудь расслабляющую музычку. Несмотря на то, что нужно взбодриться. И я делаю заряд. Обычно я делаю зарядку по своей системе, которую выработала несколько лет. Я, мне кажется, лет 5-6 уже делаю зарядку ежедневно. По утрам для меня нет никакой проблемы. Я делаю ее очень легкую. И это помогает мне держать себя в форме. Также я иногда делаю комплекс зарядки по видео Катерины Иксо. Обязательно оставлю ее канал. Вы там пошерстите, вы увидите. У нее зарядка онлайн была 7 дней подряд. Она очень у нее тоже простая. Она помогает раскрыть грудную клетку, дышать глубже и многое другое. Вообще полезно. Если вы не можете взбодриться с утра, то попробуйте зажигать аромалампу. Обычно заряжаю сладкий апельсин. Это бодрость. Это максимальная бодрость. Вы сразу же встанете, проснетесь, потянетесь. Вас зарядит энергия. Вы захотите шевелиться, двигаться и вершить дела. Так вот, обычно, если я просыпаюсь хорошо, то я зажигаю аромалампу только после зарядки, когда иду в ванную. Я заливаю в лампу апельсиновое масло, масло пергамота, либо масло мяты. Эвкалипта. То, что бодрит именно меня и дает задоринку для настроения. Затем я иду в ванну. Ну, перед этим заглядываю на кухню. Достаю кусочек льда травяного и иду протирать свое лицо. Потому что я любитель пить воду на ночь. После 7 обычно воду как бы нужно переставать пить. А я 8 только начинаю наверстывать упущенное. Смотрю по приложению, сколько мне остается воды. Ужасаюсь и начинаю пить. Конечно, иногда я просыпаюсь с отеками. Вот сегодня у меня лицо такое, знаете, здравствуйте, отеки. Может, это потому что новый BB крем. Смысл в том, что я очень хорошо прорабатываю кубиком льда под глазами. Затем полностью освежаю лицо и шею. Это мега полезно. Хорошо для вашей кожи. Она становится еще более упругой. Натягивается. И уходят отеки. Это самое главное, по-моему, с утра. Опять же, вы вместо льда можете использовать патчи. Продается косметический лед специальный от компании фитокосметики. Я его пробовала. Он ничего такой хороший. Но зачем платить, если можно сделать дома? Летом собрал, засушил и наслаждаешься кубиком льда. Далее я, не выходя из ванной, делаю массаж сухой щеткой. Я делаю его практически каждое утро. Когда нет времени, тогда не делаю. Когда проспала, либо не выспалась. Когда я даю себе установку, что сегодня выходной день, я не использую сухую щетку. Обязательно выпивайте после этого, в течение получаса, воду с лимоном. Утром я выпиваю просто воду, а вот после щетки с лимоном. С соком лимона, капельками лимона. Если у вас лимона нет, можно использовать лимонную кислоту. Это чтобы токсины выводились намного быстрее. Массаж сухой щеткой работает во многих направлениях. Одно из них выводение токсина. Так вот, после этого я сразу же принимаю контрастный душ. Я пропустила пробежку. Пробежку я делаю не каждый день. Если на улицу очень холодно, я не хожу. Но стараюсь ходить 2-3 раза в неделю. 100%. Потому что это кардио. Это отличное поддержание себя в теле. Я раньше не любила бегать. Сейчас мне нет никакого труда пробежать 3 практически километра без остановки. 3-3,5 за 20 минут. Почему нет? У меня есть отличная площадка, по которой я бегаю. Вернемся. Я обязательно делаю контрастный душ. Я делаю всего 4 переключения. То есть я начинаю с теплой воды. Затем я включаю холодную, не ледяную воду, холодную. Затем опять теплую, горяченькую уже, чтобы был более яркий контраст. Начинаю мыться. Мось я обычным гелем для душа все помылась и закончила, завершила все это прохладненькой водой. Но она уже более холоднее, чем в прошлое холодное переключение. Это очень бодрит. Это также поднимает настроение. Вся такая чистая, прекрасная. Выходите к новому дню из ванной. Ну, далее все по стандарту. Это очищение. Очищаю лицо по утрам. Я только водой. Пока я это делаю водой из-под крана. Потому что у меня закончилась моя вода из родника, которую специально привозили в 5-ти литровке. И пока она не закончилась, я умывалась родниковой водой. Не из-под крана. Но сейчас, да, грешу, я умываюсь водой из-под крана. Потому что закончилась и я так и не съездила за новой порцией воды. Что нужно исправлять. Далее я тонизирую кожу своим любимым тоником. Потом я увлажняю кожу вокруг глаз. Наношу крем. Иногда сыворотку. Сыворотки сейчас у меня кончились. Также я обязательно чищу зубы, чищу язык, чищу щеки. Это просто постоянно. Хочу купить себе ершики и прочищать все еще лучше. Ну и полоскаю рот специальным ополаскивателем. Затем иду готовить завтрак. Кстати, когда я увлажняю лицо, я еще увлажняю шею. Иногда забываю, ленюсь. Зону декольте тоже увлажняю. А также губы. Прям вот постоянно губы. Не забывайте про губы. Особенно зима сейчас наступает. Холодная осень, по крайней мере, у нас. Поэтому нужно обязательно увлажнять губы. Пока у меня варится кашка или делается яишенька или омлет, еще я иногда делаю макароны твердых сортов пшеницы с сырочком. Это прям мои любимые виды завтрака. Но вообще больше всего люблю кашу. А, еще делаю иногда зеленые смузи. Пока все это у меня готовится, я делаю легкий массаж лица специальным массажером. Конечно, лучше найти какой-нибудь классный комплекс и делать по нему. Но пока я делаю массажером на лице и на шее. На шее я делаю снизу вверх, чтобы еще больше подбородков не появлялось. Увлажнять ручки по утрам не забываю. Иногда я увлажняю кутикулу. Делаю валик. Есть тоже на канале шпильки это упражнение валик. И пока я лежу на валике, я делаю зарядку для глаз. У меня все максимально полезно. Я стараюсь делать все, проводить свое утро с пользой. Ну и когда я позавтракаю, я обязательно завершу все свое утро травяным чаечком. Он бодрит, приводит в тонус и безумно полезен для организма. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, то обязательно ставьте палец вверх. Пишите в комментариях, что делаете еще вы. Может я введу какую-то еще интересную привычку в свое утро. Вообще все это занимает у меня, ну, наверное, час где-то. Может час 15. Но я могу все это урезать, если куда-то спешу, либо проспала. С вами была Кристина. Желаю вам чаще улыбаться. Хорошего настроения вообще на целый день. И всех люблю. Пока-пока.